Профилактические акции «Переходи по правилам» сотрудники госавтоинспекции проводят регулярно. Однако, как показывает практика, даже на регулируемом пешеходном переходе происходят дорожно-транспортные происшествия. Почему, выясняла наша съемочная группа. Пешеходный переход на улице Инициативной к станции Люберца 1. Интенсивное движение и транспорта и пешеходов. Здесь есть не только зебра, но и светофор. Что может быть проще? Красный и стой, зеленый и ди. Но даже таким простым правилам следуют не все участники дорожного движения. Сегодня мы будем проводить профилактические беседы с пешеходами, с детьми, а также взрослыми о неокоснительном соблюдении правил дорожного движения, как правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Также всем участникам акции будут выданы свето-возвращающие элементы в виде наклеек и тематические листовки по правилам безопасного поведения на дорогах. В рамках акции инспекторы ГИБДД обращались к пешеходам и объясняли им, какие опасности могут ждать пешего участника движения при переходе проезжей части и как их избежать. Что вы должны первым делом сделать, подходя к пешеходному переходу? Посмотреть на светофор. Посмотреть на светофор, да. Если горит зеленый пешеходный светофор, то мы можем идти. Просто идти или как? Посмотреть по сторонам. Подходя к пешеходному переходу, не забыть посмотреть по сторонам, а также убедиться в безопасности своего перехода. Кроме того, объясняли, почему необходимо исключать такие отвлекающие от дороги факторы, как наушники и сотовые телефоны. Луиса Егия, Зарян Ирина Иванова, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ.